Приветствую всех! Продолжаем тему из предыдущего видео, а именно вращение земли, продолжительность дня, полярный день и так далее. В комментариях меня спрашивали, как это все работает и как вообще происходят закаты и рассветы в этой модели. Конечно, можно долго все объяснять, даже такие простые и очевидные вещи. Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Поэтому я еще раз воспользовался своей моделью, но с небольшими изменениями. Я добавил несколько камер и разместил их на поверхности нашей виртуальной земли. Камеры, как вы догадываетесь, изображают наблюдателя на поверхности. Одну камеру я разместил на северном полюсе, она будет постоянно смотреть на солнце. Две камеры в средних широтах, одна смотрит на восток, другая на запад. Позже вы увидите, зачем это нужно. Еще пара камер размещены на экваторе. Аналогично, одна камера смотрит на восток, другая на запад. И еще одна камера размещена на южном полюсе и она также смотрит в сторону солнца. А теперь давайте посмотрим, что же увидят камеры в моей модели. Начнем с северного полюса. В кадре, кроме вида с камеры, я расположил пару вставок из предыдущего видео. Это общий вид модели и вид на землю сверху. Как и в прошлом видео, мы начинаем со дня зимнего солнцестояния. Естественно, мы наблюдаем ночь в течение всей продолжительности суток. И так продолжается до дня весеннего равноденствия, когда на полюсе наконец восходит солнце и начинается полярный день. Далее мы наблюдаем день летнего солнцестояния, когда солнце максимально высоко над горизонтом. Затем движемся ко дню осеннего равноденствия, когда солнце опускается до самого горизонта. А потом и под него и снова начинается полярная ночь. А сейчас мы перемещаемся в средней широты. И также начинаем со дня зимнего солнцестояния. Вы можете заметить, насколько продолжительность дня меньше продолжительности ночи. Также вы можете заметить, что траектория движения солнца по небу имеет определенный угол наклона к горизонту. Напомню тем, кто забыл или не знал. Этот угол наклона в точности равен географической широте, на которой находится наблюдатель. Постепенно приближаемся ко дню весеннего равноденствия. Длительность дня и ночи становятся примерно равны друг другу и точки восхода и заката на горизонте постепенно перемещаются с юго-востока на восток и с юго-запада на запад соответственно. Все как в старом школьном учебнике. Далее мы движемся к летнему солнцестоянию. Можете примерно оценить, насколько теперь уже продолжительность дня больше продолжительности ночи. А точки восхода и заката на горизонте сместились ближе к северу. Снова как в старом учебнике. Движемся дальше. День осеннего равноденствия. Снова день и ночь сравнялись по длительности. И возвращаемся ко дню зимнего солнцестояния. Далее у нас камеры на экваторе. Все то же самое, тоже начальное положение и движение Земли по орбите в течение года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотя вы можете заметить разницу со средними широтами. Во-первых, длительность дня в течение года практически не меняется, как и время восхода и заката, о чем я уже говорил в прошлом видео. Во-вторых, точки восхода и заката смещаются в течение года не так сильно, как в средних широтах. И в-третьих, солнце восходит и заходит вертикально и заметно быстрее, чем в средних широтах. Кто был на экваторе или хотя бы в тропических широтах, прекрасно знает, как быстро там темнеет. Кстати, вот мой небольшой таймлапс заката, который я снял несколько лет назад недалеко от экватора. Здесь видео ускорено всего в 10 раз. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и переходим к Южному полюсу. Здесь все аналогично ситуации на Северном полюсе, с той лишь разницей, что в день зимнего солнцестояния на Южном полюсе – полярный день, а в Южном полушарии в целом в это время – лето. Ну и самое заметное отличие – это, конечно, то, что здесь солнце движется против часовой стрелки. День весеннего равноденствия. Солнце опускается к самому горизонту и затем наступает полярная ночь. И длится она почти полгода, до дня осеннего равноденствия, когда солнце снова восходит над горизонтом и начинается полярный день. Субтитры сделал DimaTorzok Как и в предыдущем видео, я хочу напомнить, что вы все это сами можете проверить и без моей модели. Достаточно воспользоваться виртуальной моделью солнечной системы в программе Селестия. Там вы увидите практически то же самое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в завершение самый главный вывод. Как для этого видео, так и для предыдущего. Гелиоцентрическая модель прекрасно работает и очень просто все объясняет. При этом не нужно громоздить кучу сказочных, непроверяемых и недоказуемых сущностей и явлений, как в модели плоской земли. Той самой модели, к слову, которую до сих пор так и не смогли сделать. А в показанной мной модели все предельно просто. Собственно, шарообразная земля, которая движется по орбите и при этом вращается, и источник света в виде солнца. На этом все, больше ничего и не требуется. Эта простейшая модель объясняет закаты, восходы, длительность дня, равноденствие, солнцестояние, полярные дни и полярные ночи, траекторию и направление движения солнца на разных широтах в разное время года, максимальную высоту солнца над горизонтом на той или иной широте, изменение времени восхода и заката, а также изменение положения точек восхода и заката в течение года. Где эти самые плоскоземельцы, которые грозились показать аналогичную модель плоской земли, и которая при этом безо всякой магии объясняла все то, что я перечислил выше. Напомню, я за такую модель даже деньги предлагал, но никто их так и не забрал. На этом я закончу. В одном из следующих видео мы вернемся к моей модели и поговорим о продолжительности суток и обо всем, что с этим связано. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok